по сравнению с современностью то что то что мы читаем покажется весьма таким вегетарианским сценарием тирании всем добрый вечер всем кто смог присоединиться я повторюсь скажу то что говорил уже и в прошлый раз но это может быть все-таки какой существенный момент что то чем мы сейчас занимаемся это такая история отчасти потому что все что мы об этой истории знаем исключительно из одного источника из самого тонаха из еврейской библии где больше как бы то ни было не представлена поэтому в чем-то это скорее такой литературный подход чем исторический большей степени дальше конечно уже появится материал который хотя бы чем-то можно сравнить там скажем когда речь пойдет сегодня мы этого немножко коснемся когда речь пойдет о царство не давида то тут есть хоть какие-то источники пусть косвенные пусть не до конца проверенные хотя бы упоминающие его имя да значит допустим вот нашли 90-е годы надпись надпись в дании и там упоминается дом давида уже что-то ну там скажем и лат-мазар копала копала в иерусалиме в старом городе и по крайней мере утверждала что она как бы нашла дворец давида спорная мысль мы еще до этого дойдем но по крайней мере что то когда мы говорим о шауле то по поводу шауля нет просто ничего за исключением сама самого тонахического рассказа который главным образом появляется книги шмуэля и чуть-чуть мы об этом тоже скажем и время и все все остальное это поздние источники пересказывающие эти же тексты там скажем тот же флаг ну хорошо так вот тема которая первая из тем которая заявлена сегодня это шауль как фигура трагическая со знаком вопроса я сейчас открою файл значит по его нам на нужной странице секунду вот каким шауль первый царь израиля каким он действительно представлен в книге в одноименной книге когда пользуюсь сейчас термином фигура трагическая по поводу шауля я уже говорил термином можно пользоваться двояко более уж там жанровом смысле если считать шауля трагической фигурой в чем-то напоминающий трагические фигуры древнегреческой литературы скажем софокла например на герой который является жертвой рока здесь конечно неправильно было говорить о роке но но в каком-то смысле значит объявлен приговор шауль пытается этого приговора всячески избежать и у него ничего не получается приговор рано или поздно исполняется приговор божественный смысле его действительно можно было бы сравнить скажем с тем же изопом который тоже получив некое предсказание всячески прошу не с изопом конечно с эдипом который получил некое предсказание пытается всячески этого избежать и в счете ничего из этого не выходит убивает своего отца он оказывается мужем собственной матери и так далее значит вот с шаулем происходит в чем-то подобная ситуация вот но кроме того можно еще пользоваться этим термином в таком более обыденном широком смысле когда мы хотим сказать что персонаж не является однозначно положительным и однозначно отрицательным что жизнь ударяет его столь сильно что он как бы невольно вызывает читательскую эмпатию пытается каким-то образом противостоять этим жизненным испытаниям которые его ломают и вот страдает а вот такой страдающий герой я здесь вкратце суммировал некоторые и ключевые моменты которые связаны в этом смысле с шаулем в книге шмуэля значит но об одной об но мы уже говорили он жертва некоторых своих ошибок и послушания богу так как это описано в рассказах которые мы с вами читали но при этом следует иметь в виду что он не совершает ни одного преступления преднамеренно в этом смысле если сравнить его например с давидом то в общем то сравнение будет не в пользу давида а потому что история давида и большевы с трудом может подпасть под категорию непреднамеренного преступления непреднамеренного греха вот поскольку давида явно злоупотребляет свою властью чтобы удовлетворить свои свои желания свою похоть случае шауле ничего подобного нет он действительно оступается не то что он совершает какой-то грех по изначальному замысел теперь второй момент который я тоже хотел бы обратить внимание шауль преследует давида и это казалось бы действительно такое вот изображение тирана который пытается убить человека кому он видит угрозу своей власти он его пытается убить неоднократно он преследует его есть целый ряд рассказов книги шмуэля которые об этом повествуют вот но при этом следует иметь в виду что шауль делает это ну что называется в состоянии аффекта а это подчеркивает сам рассказчик что на него находит злой дух насланный богом это часть божественного наказания ему и он ничего с этим не может поделать и когда давид во время встреч с шаулем когда ему у него есть возможность шаулю уничтожить убить и он этого не делает он вступает с шаулем в диалог шауль признает свою неправоту обещает давиду что он не будет его преследовать и каждый раз как бы это нарушается ничего не может сделать и независимо от того в каких скажем отношениях находятся два рассказа о том как давид не поднял руку на царя помазанника рассказ 24 главе 1 книги шмуэля рассказ 26 главе книги шмуэля зависимо от этого возникает у читателя ощущение какой-то вот такой дурной бесконечности что это продолжается и не может остановиться и возможно рассказчик эту цель и преследует в конечном счете редактор книги когда он как бы так это компонует на этом фоне на этом фоне не случайно в прошлый раз красный хама обращал наше внимание на то что эти два рассказа разделены рассказом о том как давид собирался убить наваля богатого землевладельца иудеи которому он смысле предложил свой свои ракетирские услуги охранять его стада за соответствующую мзду наваль с презрением отказался и даже когда скорбил давида назвал его беглым рабом и давид задумывает убить и только вмешательство жены наваля красавица авигаэль которая впоследствии станет женой самого давида спасает наваля от неминуемой гибели и как бы этот рассказ я говорю он появляется между двумя рассказами о том как шауль преследует давида и как давид его щадить и можно по-разному как бы оценивать эту композицию но один из одна из возможностей это как бы намеренное создание контраста между давидом и шаулем автор как бы хочет нам сказать вот смотрите давид хотел убить наваля за дело потому что тот то его оскорбил оскорбил публично тем не менее он вовремя остановился и как бы этого не сделал это некий эпизод в его жизни он он больше не повторяется то время как шауль преследует давида ни за что это как бы тот подтекст который рассказчик стремится нам внушить сейчас одну секундочку прошу прощения он не может остановиться шауль остановиться не может это преследование продолжается и продолжается как бы вот на этом фоне очень заметно противопоставление давида шауль теперь третий момент который я здесь на который я здесь указываю это несчастье которая ну в чем-то может быть как раз сближает шауля с давидом но подоплека совершенно иная в чем-то тоже противоположное против шауля действует его собственные дети его сын и ионатан и его дочь михаль михаль жена давида значит ионатан сын шауля и друг давида и но если в случае михали по крайней мере можно понять что она помогает своему мужу то в случае ионатана это казалось бы мало объяснимо и в самом деле как бы рассказчик который стремится создать некоторое реалистическое описание вкладывает в уста шауля такие слова как же ты не понимаешь поддерживая давида ты вкладываешь ему в руки власть как бы он лишит тебя законной царской власти нас то что ты мог бы унаследовать у меня и тем не менее ионатан до самого конца поддерживает шауля и давида и михаль получается так что как бы другого рода контраст между шаулями давидом дети шауля отказываются от власти в пользу давида тем самым подтверждая прямым и косвенным образом правомерность падения собственной династии и замена ее на новую династию давидом случае случае конфликта между давидом и его сыном а в шаломом там ситуация ровно противоположная там сын пытается изгнать отца и занять его место узурпировать власть трагедия это как бы ситуация совершенно другого рода трагедия шауля именно заключается в том что его собственные дети как бы отказываются от того что хочет им дать теперь еще одна история на которой я хочу обратить ваше внимание это история такая очень амбивалентная рассказываемая двадцать восьмой главе книги шмуэль алиф от о том как после смерти пророка шмуэля шауль впав в отчаяние от того что в общем он одинок и война с филистимлянами не ладится и бог ему не отвечает и вот он решается на некое крайнее средство которая противоречит его собственному как бы его собственной интенции шауль в книге шмуэля представлен как человек ревностно служащий богу израиля ревностно служащий даже чрезмерно ревностно служащий с точки зрения самого автора из-за этой ревности он как бы готов пойти на убийство в самом случае он как тут сказано искореняет всех колдунов и вот момент отчаяния он как раз не находит ничего иного как прийти к одной такой колдуне которая вызывает мертвых балад ов называется и он скоро мы приближаемся к пуриму вот как раз шауль так сказать тоже вырежет вырядился как в курим он надевает другие одежды так чтобы они узнали и он просит эту колдунью поднять из царства мертвых дух шмуэля а я сейчас не вдаюсь в вопрос совершенно другого рода как собственно говоря автор рассказчики автор книги шмуэля относятся к самой этой ситуации действенного колдовства это был например капнем преткновения для некоторых более поздних комментаторов танаха частности для рамбома который правда не комментировал систематический танах но как бы он эту историю упоминает и для него как и для них других интерпретаторов очевидно что это некая иллюзия что на самом деле не может быть такого чтобы самом деле колдунья обладала способностью поднять дух мертвого из царства мертвых только кажется шаулю что это некоторое самовнушение но судя по всему внутри рассказа в его контексте как бы для автора с этим большой проблемы нет он просто считает что это запрещенное действие что колдуну нельзя обращаться колдунам обращаться нельзя это то что запрещается и в торе но при этом не то чтобы он считает что это заведомо глупая ни к чему не приводящее действие так или иначе шауль в этой ситуации выглядит достаточно жалко причем то сказать в двух смыслах этого слова ощущение с одной стороны такое как бы иронии насмешки возникает он поднимает он разговаривает со шумуэлем который предрекает ему неминуемую гибель уже на завтра вместе с детьми шауль теряет полностью какой то ни было какие то ни было остатки своего мужества падает по весь свой рост на землю и это колдунья пытается как-то за ним ухаживать уже зная о том что перед ней царь вот это с одной стороны как можно увидеть в этой истории иронию насмешку над шаулем который мало который поступает во первых ровно противоположно тому к чему он сам вел страну кроме того значит он как бы совершенно не владеет ситуацией и теряет теряет мужество но с другой стороны это же как бы история может вызвать определенную жалость к шаулю как чисто человеческую жалость на человек находится в отчаянии он ищет какую-то соломинку за которую можно схватиться и в общем автор довольно искусно это описывает при том что как бы библейские авторы как правило почти большинстве случаев не занимаются человеческой психологии это редкие случаи когда как бы автор заглядывает человеку в душу вот лишь по каким-то косвенным признакам можно это ощутить и вот шауль обращается к шумуэлю который сердится на него и говорит почему ты потревожил меня вот ему говорит мне очень плохо филистимляне воюют со мной бог оставил меня и не отвечает мне не через пророков не в снах и поэтому я и позвал тебя чтобы ты сказал ничтой что мне делать это такое чисто человеческая чисто человеческая реакция на ту ситуацию в которой безвыходную ситуацию в которой оказался шауль поэтому я полагаю что рассказ так искусно написан что он действительно призван одновременно вызвать у нас некоторые иронию по отношению к шаулю который уже не может быть царем но и в то же самое время жалость по отношению потерявшему мужество человеку который отметить это несмотря на это страшное предсказание и как бы полную безвыходной ситуации идет воевать и и вот что касается его конца то я тут привел текст тем более что у нас есть две истории о том как он гибнет две версии значит одна из них содержится в последней главе первой части книги шумуэля и и эта версия в общем описывает геройскую смерть тот редкий случай когда библейский текст описывает самоубийство и в общем как бы при том что нигде не найдем в текстах танаха прямое осуждение самоубийство этого нет нигде но как бы некоторая исходная предпосылка которая появляется целом ряде текстов о том что жизнь это некоторая милость дарованная богом человеку и что жизнь принадлежит богу а не человеку это как бы подводит мысли о том что библейский текст библейская вера не приемлет идеи самоубийство как такового потом более поздние комментаторы стараются вычитывать запрет идею на запрет самоубийство из одного из стихов книги решит вот но здесь как бы это самоубийство носит такой героический характер ну в каком-то смысле едва ли не такая рота мартирология еврейская что мы здесь видим филистимляне воюют с израилем и побеждают и все это происходит на горе гильбоа на севере и израильское войско бежит и многие гибнут и вот филистимляне настигают шауля и его сыновей убивают его сыновей тут кстати говоря упоминается не только ионатан но и два других сына и шауль видя вокруг себя стрелков и будучи ранен судя по всему так написано баяхальна от меня морим видимо речь идет о тяжелом ранении он обращается к своему оруженосцу и говорит вытащи меч и и закали меня заруби меня чтобы эти не обрезанные не не пришли не убили меня и не издевались бы надо мной однако оруженосец не решается сделать судя по всему потому что речь идет о божьем помазанике да он боится сказанки я прям и он очень боится когда шауль берет сам меч и падает на него чтобы погибнуть после чего оруженосец проявляет абсолютную верность отношения к своему господину и делает ровно то же самое сообщается о том что шауль умирает и все трое его детей погибают что приводит неминуемо к тому что остатки израильского войска рассеиваются потом у этой истории есть маленький эпилог значит шауля голову шауля приносить труп шауля приносят в бейт шаана трубив ему голову и вешают его тело знак своей победы на внешней стене бейт шаана и об этом узнают жители я вешгиль ада те самые которых когда-то шауль спас от нахаша цари царя амона и не пробираются туда ночью снимают тело шауля и тело его сыновей приводит приносит в вешгиль ад сжигают не очень понятно тему есть спор у комментаторов сжигают ли эти тела или устраивают похоронное сожжение каких-то царских культовых предметов такого рода церемония упоминается в танахи несколько раз тем более что дальше говорится что кости их были захоронены вот это одна версия версия в рамках которой шауль предстает как в общем человек который пожертвовал собой не захотел принять позор можно сказать что он умер смертью героя а вот другой версия на несколько иная на несколько иная и она рассказывается в первой главе второй части книги шмойя где говорится о том что давид который в сражении не участвовал потому что это самое время воевал с маликитянами в циклаге об этом мы будем следующий раз говорить к нему из стана израиля приходит некий человек с разорван в разорванной одежде на голове у него земля то есть он явно в трауре он падает перед давидом ниц и кланяется и давид спрашивает у него кто он такой тот говорит я спасся из стана израиля и давидом говорит расскажи мне что там происходило тот ему пересказывает кратко историю поражения и давид у него как бы производит некий допрос пристрастием и говорит откуда ты знаешь что шауль погиб шауль и ионатан погибли на это этот юноша отвечает который пришел потому что когда я оказался на горе гильбоа я видел что шауль опирается на свое копье а его теснят всадники и и он увидел меня обернувшись позвал меня и и сказал мне спросил меня кто я такой оказалось что и я ему сказал что я малекитянин это существенный момент что малекитянин как сейчас мы мы помним что шауль в конечном счете согласно тому рассказу который мы читали был отвергнут лишён царство из-за того что он воюя с амалекитянами не исполнил приказ бога полностью вот так любопытно любопытно что как бы еще в древности была как бы создана связка между той историей и тем обстоятельством что вот на последний момент на поле боя шауля встречает амалекитянин и это и этого амалекитянина шауль просит убить его потому что он тяжело ранен и говорит этот амалекитянин давиду я стал и убил его и взял его царские принадлежности его символы его власти его венец его украшение ключевое типа браслета и я принес их тебе так вот есть такой такая очень интересная книга которая видимо была написана в первом веке новой эры называется библейские древности только не надо путать ее с иудейскими древностями иосифа флавия эта книга совершенно другая библейские древности которая дошла до нас на латыни но есть вполне серьезные доказательства того что она была написана или на иврите или на арамейском видимо в стране земле израиля вот это своего рода такой мидраж который начинается с сотворения мира и кончается гибелью шауля как раз кончается гибелью шауля видимо об этом я тоже скажу позднее для того чтобы восполнить историю книги дивреями создавалась эта книга библейские древности так вот там говорится что вот это малекитянин которого который конечном счете убивает шауля он открывает ему свое имя и получается что вот он как бы сын агага того самого которого шауль в свое время пощадил значит как бы круг замкнулся вот и и теперь как мы видим ситуация прервем на секунду чтения ситуация здесь несколько иная отличающаяся от той которая описана в предыдущей главе там сказано что шауль обратился к своему оруженосцу а в результате убил себя сам а здесь оруженосца нет есть некий пришлый америкетянин которого шауль униженно просит о том чтобы тот его убил что тут и делает то есть шауль не пал как бы что называется смертью храбрых ну естественно делались различные попытки среди комментаторов интерпретаторов как-то это противоречие снять снять гармонизировать можно встретить в традиционных комментаторах утверждение что сначала шауль действительно обратился к своему оруженосцу потом он пал на свою на свой меч но не погиб а был лишь смертельно ранен и тогда он попросил увидел этого амалекитянина и попросил его чтобы тот чтобы тот его так сказать прикончил правда все равно остается проблема и с такими объяснениям поскольку тут шауль опирается на копье а про меч нет ни слова вот но судя по всему перед нами действительно две разных версии описывающие гибель шауля две версии независимые друг от друга одну из которых можно в каком-то смысле назвать прошаулевской которая изображает героическую смерть шауля а вторую версию можно назвать продавидовскую и здесь мы так сказать снова возвращаемся к теме апологии давида да шауль предстает здесь в общем то достаточно жалким зависимым от какого-то амалекитянина а давид как раз как предстает здесь перед нами как человек чрезвычайного благородства и величия потому что когда он узнает о гибели шауля то он разрывает одежду на себе впадает в траву и и обращается к этому амалекитянину и говорит значит ты амалекитянин как же ты не побоялся поднять руку чтобы убить помазанника господня после чего давид отдает приказ одному из своих слуг с тем чтобы этого амалекитянина казнили и давид говорит ты заслужил свою смерть дамха аль рушеха ибо ты свидетельствовал против самого себя сказав что ты умертвил помазанника господня значит здесь таким образом достигается это две одновременно цели с одной стороны показывается что давид ни в коей мере не заинтересован был смерти наоборот а во вторых то чего это как бы проговаривает напрямую книга библейские древности то чего не сделал шауль он не уничтожил вот так сказать последний остался последний из амалекитян да и вот именно его то уничтожает как раз давид то есть опять же контраст бросается в глаза и кроме всего прочего показывается что то на что давид не решался никогда поднять руку на помазанника господня то сделал вот этот чужак амалекитянин дальше в этом рассказе описывается появляется такая песнь поэтическое оплакивание давидом смерти шауля и ионатана и этого что называется золотой фон древней библейской поэзии мотивы из этого из этого плача использовались разными поэтами и вошли даже в молитву вот но как бы вот для нас было существенно именно этот момент а значит перед тем как я дам время дам сделаю некоторую интермедиу и дам время задать вопросы я бы только хотел обратить ваше внимание на то во что превращается шауль я уже как бы этого немножко касался значит книга приводит первый рассказ о гибели шауля но что очень симптоматично так книга пишется в персидскую эпоху один из главных героев этой книги по крайней мере ее первой части это именно давид который предстает там как абсолютно идеальный персонаж мы еще будем об этом говорить вот и вот он пересказав первую историю гибели шауля добавляет к ней два стиха эти два стиха очень как бы они полностью меняют всю картину значит автор книги хроник говорит нам здесь что шауль погибает умер за совершенное им преступление против бога он как бы приступил осквернил предал да бога он не соблюд не выполнил слово бога а кроме всего прочего как раз та самая история которую я вам перескал которая сложным образом изображает шауля книги шмуэля здесь одним розчерком пера его образ уничтожается а кроме того он попытался просил через ов а вот этот способ колдовства значит узнать свое будущее гамлиш ольба овли дрожь вместо того чтобы обратиться к богу автор книги хроник абсолютно как бы оставляет стороне то что в этой истории утверждается что шауль как раз обращался к богу но богу не отвечал он создает как бы абсолютно черно-белую картину шауль не обращался к богу он обратился к колдунам и за это в том числе бог его и умертвил в емитеху что касается последней части этого утверждения и передал царство давиду сына и шая об этом мы отдельно поговорим чем отличается эта картина от того что изображается в книге шмуэля сейчас время для того чтобы задать вопросы кто хочет пожалуйста а можно согласиться немножко можно конечно почему нет все таки у меня такое ощущение что вторая история она не такая уже против шауля не намного нет большой разницы но убил его это тянет по его просьбе в этой истории он тоже просил рженотца чтобы кто-то его убил если против шауль почему же автор не не ей воспользоваться все таки взял немножко переначал вот эту первую историю немножко переставил акцент и почти дословно ее пересказал так что если она уже так возвеличивает давида то почему бы ее не привести вообще говоря просто мне кажется где время она не сильно сосредоточилась на том чтобы прилепить ему один ярлык он не говорит среди прочих грехов он сказал он получил свое за то что обратился к гадалке они к богу и все никакой истории с омолеком там не существует вообще поскольку в этой во второй истории там как раз ведущая тема этот парень амаликитянин да 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 то и вот именно этот намек очень жирный там такой вот это она имеет смысл в нашем в нашей книге а вообще неинтересно поэтому у меня нет ощущения что она что она именно против шауля настолько направо еще хотелось заметить если я не знаю это видео есть интересная статья именно про этого амаликитянина Рава Майдана он как-то этот из гармонизирующих таких комментариев но занят что по его мнению он попал в циклак случайно он думал что там еще аналек сидит и когда он уже туда попал нашел себя перед доведом то ему надо как-то объяснить каким образом его руки попали там эти самые атрибуты которые он стащил на поле боя ну в общем это я бы двухсловно а кто попал в циклак случайно я только не понял амаликитянин а вот это амаликитянин и поэтому он то он называется агером амаликитянином то он называется прямо амаликитянином там все как это понятно гер это просто чужеземец который живет среди израиля смотри спасибо большое значит ну во первых я так сказал я не назвал эту вторую историю анти шаулевская я назвал ее продавидовская что первая про шаулевская вторая про давидовская да что явно здесь очевидно стремление автора возвысить давида что касается самого шауля то все таки разница конечно чувствуется потому что все таки в первой истории есть шауль его оруженосец верный ему совершенно не какой-то чужой человек шауль опять же повторяю можно как бы есть разного рода обсуждения касательно того почему с точки зрения опять же классических комментаторов почему именно в этой ситуации шаулю как бы с точки зрения галахической было разрешено покончить с собой они тоже как бы выводят это на такую мартирологическую дорогу что вот шауль как бы кидеш это шем осветил имя божье вот это как бы действительно героическая картина которая есть в первом рассказе во втором рассказе эта героическая картина смазана и потому что шауль действительно не делает это своими руками и потому что его по его просьбе убивает действительно амаликитянин то есть очевидно человек который принадлежит к народу враждебному народу Израиля и с тем с кем шауль воевал теперь почему автор не упоминает я думаю что причина тому вот какая что автор девая мим об этом еще скажем отдельно стремится уничтожить какую-либо связь между образами шауля и давида шауль вообще ему как бы в его глазах некая помеха которой надо скорее избавиться а потому что царство должно принадлежать давидом и как бы он одной фразой это проводит бог передал царство давиду сына и шая значит мы сравним это с тем что есть книж на эту тему вот любые контакты все прошлое давида каким бы то ни было образом связанное с шаулем все из книги убирается причем даже те тексты которые казалось бы могли бы прославить давида в том числе история о гибели о победе над голиафом всего этого в книге дебюреями нет есть конечно другое мнение существующее в библейских исследованиях исследованиях это мнение меньшинства сам мне самому оно представляется мало аргументированным но мнение состоит в том что автор дебюреями просто не имел перед собой этих текстов он ничего не убирал а как бы имел совершенно другую версию начала царства и значит как бы поэтому этого всего у него и не появляется мне это представляется мало аргументированным во всяком случае в тех стихах которые я сейчас привел очевидно содержится намек на историю с индорской колдуньей вот и я думаю что это как раз его некоторая принципиальная позиция этого автора убрать всю историю царствования Шауля и какие бы то ни было контакты между Давидом и Шаулем он стремится свести это до минимума поэтому скажем ну его представление неуместно было бы чтобы Давид оплатил Шауля чтобы Давид как бы вступился за его царскую честь как бы его называл бы его помазанником господнем это для него для автора книги хроник совершенно невозможно в его глазах повторяю Шауль это как бы некоторая так я по крайней мере понимаю некоторая авария по дороге значит ее нужно было поскорее ликвидировать и двигаться дальше вот и в этой связи значит я хотел бы в оставшееся время если нет дополнительных вопросов представить опять же можно я пожалуйста да конечно да конечно пожалуйста я скажу то что все знают но мне кажется это важно что в иудаизме герой считает обычный герой он всегда больших страстей вот но он способен так сказать от шуу при всем при том то есть здесь Давид полностью соответствует своему колену колено Иуды мы помним что Иуда его история и с Йосефом и с Тамар вот и не случайно ему как бы значит отдается преимущество вот и здесь как бы мне кажется что в этих рассказах собственно именно проводится вот эта вот линия да то есть Давид он такой вот человек совершенно уникальный то есть царем становится тот кого кто Всевышний находит так сказать в общем то достойным да способным собственно говоря у которого есть те данные для того чтобы здесь как бы это наследственность или особенность личности она играет очень большой рот и поэтому собственно говоря то есть все авторы которые пишут об этом они мне кажется все это имеют как бы в виду и просто варьируют эту тему каждый по-своему может быть знал он или не знал он когда он это вот так делал и то как погиб сам шауль то есть с одной стороны это и как бы унижение а с другой стороны как бы попытка быть героем но они этот не этот героизм не эти все вот эти вот моменты и самое главное то что он потерял связь как бы с Всевышним после своего поступка то есть это как бы главное да то есть тут как бы показывается как выбирают царя и кто такой царь и какой он должен быть и какой у него характер вот вы понимаете эмиль это верно конечно то что вы говорите но но все таки я хотел бы подчеркнуть одну вещь в книге шмуэля не оспаривается идея о том что шауль царь помазанник что он был избран богом он был потом богом отвергнут но он был избран богом теперь книги дебриямим эта идея отсутствует полностью и потому что с точки зрения автора книги дебриямим очень неприятно представить себе ситуацию в которой бог решает что-то а потом это решение решение оказывается неправильным да он для него эта идея неприемлем и поэтому в его версии шауль не является избранником бога не является царским не является помазанником он такими словами не пользуется в отношении по отношению к шаулю это просто преступник и не поэтому кстати говоря поэтому в книге дебриямим это несколько повисает в воздухе собственно говоря но он же был израильским царем каким образом он стал израильским царем почему как бы сразу же не был избран Давид Бенешай на этот вопрос он ответа не дает потому что все таки он следует какой-то нарративной конве которая как бы заложена в источниках его и как бы он не может пойти совсем против этого но он стремится свести это до минимума и превратить шауля в такую проходную фигуру мне было важно показать эту разницу разницу между подходами двух авторов которые жили в совершенно разные времена то что мешало одному не мешало другому и эта разница разница она дальше тоже проявляется потому что начало второй книги Шмуэля это то что мы в оставшееся время так по крайней мере конспективно обсудим повествует о том как непросто что Давид утверждал свою власть значит у меня только вопрос такой вот может я что-то неправильно раньше понял я так понял что когда значит народ захотел царя то не Всевышний его назначил Всевышний сказал что если вы хотите вот все и собственно говоря Шмуэль мы знаем как он к этому относился выберите себе царя то есть здесь как бы такая же похожая история как и в Таире есть да когда я уже забыл там где-то такой вот момент когда разведчиков посылают да так Всевышний говорит ну пошли от себя разведчики то же самое здесь вы выбрали царя так вот хорошо ладно пусть будет он царь а потом окажется что народ ошибся то есть народ выбрал неправильно секундочку Эмиль вы тут путаете несколько разных вещей я вас должен поправить во-первых что касается Шауля то очень четко что проговаривается в девятой главе книги Шмуэля что Бог его выбрал мы как раз это обсуждали что есть определенные противоречивые как бы описание того как Шауль избирался ну по крайней мере по одному из них Бог обращается к Шмуэлю и говорит вот к тебе сейчас придет юноша которого я выбрал для того чтобы он спас народ Израиля от филистимлян это что касается Шауля что касается разведчиков то вы тут несколько путаете текст Торы с текстом Мидраша поскольку в Торе есть это мы в свое время обсуждали тоже есть две разных версии о том как эти разведчики посылались в книге Бамидбар говорится о том что Бог отдает Моше приказ дает ему указание послать разведчиков шлах лиха а в книге дворим это выдается как инициатива народа с которой Моше соглашается и тогда приходит Мидраш который опять же гармонистически пытается соединить две этих версии и говорит как же мы их соединим а мы скажем так что инициатива действительно была со стороны народа Моше представил эту инициативу Богу Бог ему ответил вообще никаких разведчиков конечно не надо но если они так упорствуют и не верят мне хорошо посылай так это представляет недрашно это все-таки не сам текст поэтому как бы что касается Шауля то возвращаясь Шауля все-таки не совсем так сказать что вот народ его выбрал против воли Бога и против воли пророка Шмуэля все это гораздо более сложно и потому что воля Бога там была заявлена и потому что сам Шмуэль впоследствии был очень привязан Шаулю и сокрушался по поводу того что тот был отвергнут и главное потому что текст упорно называет Шауля помазанником господним на которого повторяю Давид не решается поднять руку так что все эти признаки говорят о том что образ Шауля в книге Шмуэля действительно получается очень неоднозначный очень сложно тогда получается что действительно это невозможно считать что Всевышний не ошибся и он поставил не того человека которого следовало поставить это в книге Шмуэля получается что да да что и произошла невозможно кон статусу Всевышнего ну видите ли это как бы приводит нас гораздо более такому серьезному теологическому вопросу касающемуся не только книги Шмуэля а позиции Танаха в целом да значит в самом ли деле бог всегда знает заранее что его планы будут исполнены в соответствии как бы с тем как они задуманы значит если мы читаем тексты Танаха разные то мы видим что такой идеи как некоторые идеологемы да нет начиная с книги Берешит мы читаем о том как бог сотворил мир а потом когда мы доходим до истории о потопе вдруг выясняется что бог раскаялся в том что он сотворил человека значит и это является головной болью для многих комментаторов которые задаются вопросом как же так что же он не знал что так произойдет и пытаются как бы ну вот опять же тот же рамбам в такой ситуации пытается найти некоторое метафорическое объяснение этому раскаянию вот но в самом Танахе есть идея о том что бог всесилен есть идея о том что скажем бог предоставляет человеку выбор идея о том что бог знает все заранее от начала и до конца такой идеи прямо и однозначно заявленной нет поэтому хотя надо сказать что как раз в рассказе в рассказе книги Шмуэля о отвержении Шауля действительно содержится любопытное заявление которое в общем на первый взгляд противоречит тому что мы сейчас сказали а именно противоречие такое когда Шауль получает от Шмуэля мрачное предсказание пророчества о том что он отвергнут он пытается как бы загладить это свое преступление и спросить прощения вот но бог но Шмуэль ему на это отвечает что бог не цах Исраэль ло Ишакер вэлло Инахэм и ло Адам гуле Инахэм значит так тут называется фигуративно бог Израиля вечность Израиля он не лжет и не изменяет своих решений и не жалеет о своих решениях потому что он не человек чтобы о них жалеть это звучит очень странно потому что как бы почти можно сказать такая деконструкция здесь потому что незадолго до этого было сказано напрямую что бог пожалел о том что он воцарил в Шауле то есть как бы такое вот имманентное противоречие между этими текстами есть но в целом повторяю идея о том что бог заранее знает все и никогда не меняет своих решений и не жалеет о них оно как бы оно почти никогда не озвучивается в Танахе и даже наоборот уже если мы затронули эту тему и мы видимо сегодняшнее занятие должны будем закончить в книге Юны да которая хорошо всем известна и одна из возможных интерпретаций той претензии которую Юна предъявляет богу состоит в том что бог меняет свои решения в зависимости от поведения человека значит и это его возмущает до глубины души но это как бы отдельная большая тема ну надо подумать тут есть разница что касается берешит и что касается вот этого случая я сделаю только объявление промо значит что мы делаем во первых следующий раз посмотрим как книги шумуэля повторяю описывается приход Давида к власти это один момент другой момент на который мы обратим внимание это значит что то что по крайней мере введет наш дискурс какой-то дополнительный объем археологический какой-то объем археологический спор захват Давидом Иерусалима и укрепление Иерусалима осталось ли что-нибудь с тех пор с 10 века до новой эры сравним это с тем как это описывается в книге Девраеми вот значит успеем мы или не успеем не знаю в зависимости от того как пойдет обсуждение но следующая тема после этого будет войны которые вел Давид и значит их как бы сказать степени достоверности этих войн об этом мы поговорим вопросы если есть какие то вопросы можно сейчас еще задать ну хорошо тогда на сегодня все окей спасибо спасибо всем всем счастливо будем надеяться что наши слушатели из России и Украины смогут присоединяться в будущем будем надеяться что все в живых останутся да это точно да окей конец без прокатой наказания наказания преступникам счастливо всем до свидания пока будьте здоровы пока